Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я сегодня хотел бы рассказать о том, как мы используем блокчейн как таковой для нашей Big Data. Я работаю в компании SoftServe. Если можно, переключите на следующий слайд. Я салютный архитектор компании SoftServe. Я занимаюсь, скажем так, современными направлениями. То есть я ответственный за Big Data, за DevOps, за IoT. На данный момент еще добавил за последний год блокчейн как таковой. Все это обычно идет вкупе с машин-леунингом, какой-никакой аишечкой. В общем, занимаемся инновациями. Я бы для начала хотел ознакомиться с тем, что в принципе обычно, с чем сталкивается аудитория. Поэтому, если можно, давайте с вами поработаем на предмет того, зачем вы сюда пришли. Если можно, поднимите руки. Кто вообще, в принципе, с блокчейном работает? Да, майнинг считается. Да, много. Хорошо. С Big Data. Вообще замечательно. Хорошо. А кто остальные люди? Нет, серьезно. Я буду подстраиваться, скажем так, по целевой аудитории о том, как рассказывать о чем. Потому что я могу как пойти по техническому направлению глубже, так и по общему. Ладно. Поскольку вы пришли, вам, наверное, уже что-то с этого интересно. Давайте тогда попытаюсь рассказать, чтобы всем было плюс-минус доступно. Если можно, на следующий слайд. Да, на следующий. На самом деле, я обычно люблю говорить о том, что мы, в принципе, делаем для того, чтобы люди понимали контекст. Значит, я работаю в большой компании. У нас Big Data as a Service как таковой. И с точки зрения бизнеса задачи для Big Data звучат следующим образом. То есть мы стараемся не привязываться к конкретным вендорам. То есть мы стараемся использовать open-source продукт для того, чтобы максимально отвязаться от всевозможных, скажем так, третьих сторон. Какими-то их, не знаю, изменениями бизнес-процессов. Кто-то там захочет монетизировать свои приложения и так далее. То есть мы стараемся опираться, например, на Apache, license-продукты и тому подобные вещи. Поскольку компонентов очень много, то выбирать приходится очень долго. И очень старательно это все скручивать воедино, потому что open-source продукты очень редко бывают стабильными. Если можно, следующий слайд. Для нас Big Data в современном понимании стал означать несколько ключевых пунктов. Значит, мы живем в гибридных облаках. То есть мы уже не привязываемся к каким-то конкретным Amazon, к каким-то конкретным, не знаю, open-stack. То есть у нас обычно идет гибридное облако. Потому что кто-то из клиентов, например, хочет какую-то sensitive data хранить у себя. Что-то процессить в облаке, потому что им это дешевле. Что-то отправлять где-то еще третьим сторонам. Или там делать какой-то exporting еще в четвертую сторону. Соответственно, у нас это все получается дико гибридным, дико распределенным. То есть у нас, например, Data Warehouse распределены. То есть мы логически разделяем, что куда приходит. Мы разделяем как таковую, скажем так, прислойку обработки данных. То есть у нас могут быть там чуть-чуть обрабатываться, там чуть-чуть. Мы сводим на разных этапах разные части гибридного облака. После этого обрабатываем это все какими-то постпроцессингами. И с этого получается конфетка, которую можно показать бизнесу. То, что продается, то, что, скажем так, используется бизнесом. То есть вся эта классическая магическая вещь. Что имеет смысл упомянуть? Big Data в нашем случае для чего нужна? То есть Big Data используют всего-навсего как один из инструментов. Мобильные девайсы, IoT девайсы. В принципе, всевозможные апплайенсы, которые стоят у клиентов. Отличный пример. Вот у нас были там за предыдущий год, скажем так, множество вирусных атак. То есть информация об этих вирусных атаках собирается, отправляется в общее облако, анализируется. Система принимает решение о том, как бы этого можно было бы избежать. После этого, скажем так, рекомендации в виде конфигов, либо в виде правил, либо в виде полиси спускаются обратно на девайсы, либо спускаются обратно на какие-нибудь, скажем так, системы секьюрные, которые этим всем управляют. Либо, если нам нужно отследить, скажем так, перемещение чего-то. То есть то, для чего обычно сейчас используют IoT датчики, всякие такие вещи. То есть если нам нужно отследить, например, груз. Просмотреть, посчитать целесообразность, например, использования определенного маршрута. То есть приедет большой логистики. Это опять-таки тоже анализируется платформой. То есть у нас идея в том, чтобы Big Data платформа как таковая могла быть flexible, и мы могли использовать ее для разных назначений. То есть для этого нам нужно как-то логически разделять то, какие клиенты приходят, что они делают, для чего им это вообще нужно, и какие компоненты с этого всего используются. То есть если посмотреть вообще глобально, то Big Data в данном случае является всего-навсего частью лямбда архитектуры как таковой. То есть мы что-то собираем в сферическом вакууме, пропускаем через слои, скажем так, обработки, шины данных, или просто какие-то очереди кладем, либо напрямую пушаем, после этого запускается постобработка, и мы получаем какой-то бизнес value из этого всего. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Небольшой такой assumption, то есть что должно включать в нашем случае решение, базируемое на больших данных, которые при этом должны быть доступны быстро. То есть мы имеем распределенное хранилище, мы имеем распределенный, скажем так, параллельный процессинг всего и вся, то есть чтобы мы могли, скажем так, флексибл подстроиться под отдельно взятые бизнес-процессы, чтобы мы могли на основании этого строить какой-нибудь бизнес интеллиженс, могли строить какую-то аналитику, которую можно использовать уже, собственно, в реальной жизни. В данном случае, в современном мире, в 2017 году мы еще добавили к этому делу идентити, собственно, о чем доклад изначально и базируется, я к этому подводил, для чего нам нужен идентити. Я обращал внимание, что мы работаем с разными, скажем так, решениями, разными пользователями, конечными пользователями нашего продукта. Соответственно, нам нужно их разделять, потому что кто-то использует одни компоненты лямбда-архитектуры, кто-то использует другие компоненты лямбда-архитектуры, их нужно как-то между собой разделять. В большинстве случаев они хотят какой-то privacy. Примеры жизни, например, плывет где-то танкер в Тихом океане, на котором стоят IoT-датчики, и кастумер хочет видеть, что, собственно, перемещение этих IoT-датчиков, что с ними вообще происходит, куда они движутся и тому подобное. Другой кейс. У нас стоят какие-нибудь секьюрные девайсы, которые отправляют информацию. Эта информация обрабатывается, на основании этой информации делаются какие-то выводы, скажем так, аналитика, которые можно использовать для, например, улучшения секьюрити, либо в принципе посмотреть, например, кто там пользуется чем-то. Типичный кейс – это, например, система, пропускная на заводах, на предприятиях и так далее. То есть мы можем посмотреть, кто пришел, когда пришел, взаимосвязь, их прихода, ухода с чем-нибудь, с какими-нибудь событиями, корреляция. А детектинг, собственно, скажем так, незаконных проникновений. То есть если, например, человек не заходил в офис, но при этом у него разлучился компьютер, наверное, что-то в этом пошло не так. Вот для этого работает идентити. То есть идентити, у нас уже был идентити до этого. То есть идентити собой представляет комплексные решения, которые следят за всеми попытками или, в принципе, результатами того, кто-то залогинился в систему, кто-то использует что-то. То есть мы, в принципе, смотрим на то, кто из юзеров, что делает, как делает. Точнее, не мы смотрим, в принципе, обычные продукты, имеют такую фичу, смотреть кто, куда, зачем, откуда эти пользователи, как эти пользователи. Но добавляется в современном мире с приходом, скажем так, умных девайсов, с приходом именно, скажем так, solution as a service, необходимость разделять, а более того, необходимость убедиться, что кто-то точно есть. Кто-то точно зашел в систему, кто-то точно сделал какие-то действия. И для нас, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Time to life. Для нас, как таковой, блокчейн интересен не с точки зрения майнинга. То есть мы уже опоздали, надо было 10 лет назад фармить, собственно. Поэтому нас интересует технология, как таковая. То есть нас интересует система хранения данных. То есть то, что мы создаем вот эту цепочку подтверждения данных, то, что мы знаем кто, когда, но при этом анонимно. Более того, нас интересует, чтобы некоторые компоненты могли перетупить, между собой общаться, приходить к какому-то общему консенсусу, создавать какой-то, скажем так, сферический, условный, общий массив данных, в нашем случае об идентити. То есть нас интересует, чтобы девайсы знали друг о друге. Или девайсы и система управления этими девайсами, чтобы они друг друга подтверждали. Мы могли в любой момент времени, собственно, провести аудит, что когда происходило, убедиться, что это проверенный был механизм, что здесь нет никакой подставы, потому что, например, можно эмулировать вход в систему. Можно подделать, не знаю, там, результат отрабатывания датчика. Но если этот результат не был подтвержден другими датчиками, например, то, опять-таки, мы имеем какой-то конкретный секьюрити еще, и мы можем это делать следить. Мы за этот год успели обкатать, как это работает для базовых кейсов. То есть когда я анонсировал этот доклад, у нас была, скажем так, первая фаза внедрения, теперь мы уже перешли дальше. То есть мы используем это для секьюрити решений, мы используем это для логистики как таковой. То есть когда девайсы подтверждают, что они, например, входят в какую-то сферическую группу, они друг друга знают, они при этом отправляют на какой-то общий, скажем так, edge-ноды. Я немножко дальше покажу архитектурную составляющую. И они могут, можно отследить, что происходило, когда происходило, и использовать это, собственно, в бизнес-интеллиженсе, которое у вас происходит в данном приложении. Пожалуй, ничего не забыл с этого. Если можно, слайд, пожалуй, следующий. Обалдеть, ничего не видно. Я дико извиняюсь, как-то, наверное, криво экспортнулось. В общем, вот там, где слева IoT Edge, эти компоненты были подписаны. Мне очень стыдно. И я потом выложу полную версию. Суть в чем? То есть те компоненты, которых не видно название, это на самом деле идентики ядра. То есть для начала небольшой ликбез. IoT Edge называется сферический environment, который состоит из IoT девайсов. То есть это могут быть разной степени умности девайсы. И какого-то сферического оркестратора, который вот умеет с ними общаться и который умеет соединяться с, скажем так, общей логикой нашего решения. То есть это обычно платформ какой-нибудь облачный. Оркестратор с ним связывается, отправляет раз в какое-то время какую-то информацию. В принципе, вот обычно синхронизуется. То есть всячески выступает в качестве такого себе gateway для решения. Потому что IoT девайсы обычно достаточно примитивные. Они имеют обычно несколько сценариев взаимосвязи с внешним миром. Это либо они подключены через мобильные операторы, через cell network, либо они могут там как-нибудь через концентратор, вот там по Bluetooth, по Wi-Fi, куча вариантов через, собственно, локальный Edge. Реальный пример, я не о всех примерах могу говорить, но, например, датчики, которые вот стоят у вас в организации, они между собой связываются, неважно по какому там формату, то есть в некоторых случаях это Wi-Fi, в некоторых случаях другие протоколы, и через какой-нибудь концентратор они общаются с общей системой, которая управляет этим всем. То есть если какой-то датчик сработал, он либо бродкастит, либо напрямую на оркестратор обращается, оркестратор, собственно, сообщает об этом событии дальше. Первый пример. Дальше. Датчики, например, на грузы, на логистику. То есть мы, например, в каждый условный мешок кофе кладем датчик, который смотрит температуру, где он находится, влажность, еще какую-то штуку. При этом постоянно, собственно, бродкастит свое состояние, оркестратор это ловит. Другой кейсер. Это в том случае с оркестратором. Прямая связь. Например, мы имеем какой-то умный девайс. Обычно это не очень маленький девайс, это могут быть машины, может быть еще что-то, в котором стоит сим-карта. Он связывается через мобильный канал, обычно через пуш-уведомления отправляет информацию о том, что с ним происходит, как происходит, туда, куда надо. Обычно это клауд-решение. То есть это вот два условных сценария, с которыми мы сейчас работаем. Других условных сценариев стабильных я на данный момент пока еще привести не могу. Либо их нет стабильных, либо мы с ними не работаем. Ответил? Вот. То есть мы оба сценария поддерживаем. И тот, и другой. То есть в случае, когда мы отправляем какой-нибудь условный платформа-сервис, окей, то есть у нас двигается батч просто вправо, в облако, без проблем. В тех случаях, когда у нас идет, собственно, локальный концентратор, то вот у нас логика реализована на локальном оркестраторе, концентраторе. То есть у нас там все происходит. Мы туда собираем обычно телеметрию, собираем, вот, логинимся, если надо, то есть разделяем пользователей и так далее. Мы к этой штуке добавили блокчейн-составляющую. То есть мы теперь, скажем так, есть два сценария. Либо девайсы сами могут как-нибудь пушить что-нибудь блокчейн, либо они недостаточно хороши для того, чтобы это делать. И тогда это делает оркестратор. То есть в принципе оба сценария окей, очень сильно зависит от сложности девайса. Мы, собственно, используем блокчейн в нескольких кейсах. Значит, первое, мы хотим убедиться, что какое-то событие было. Например, была попытка авторизации. Удачная, неудачная. То есть вот она была. Мы эту информацию записываем, после этого она остается как таковая в нашем distributed блокчейн-сторедже. Мы, в принципе, знаем, что это было. Мы в любой момент можем отследить, что это точно-точно было, и эту запись нельзя выпилить. То есть типичное поведение хакеров почистит за собой следы. То есть это не говорит о датчиках кофе. Это, в принципе, более сложные кейсы. И второе, когда нам нужно разделить, собственно, сделать анонимайзинг, скажем так, отдельных инвайрментов, когда они, в принципе, друг друга знают, потому что они связаны с бизнес-логикой предприятия. Но при этом сферически с точки зрения платформы это просто набор каких-то непонятных цифр, ID клиента. Я надеюсь, все доказываются, как это выглядит обычно в блокчейне. То есть таким образом мы получаем, с одной стороны, анонимность, с другой стороны, мы получаем, собственно, что система ваша знает свои составляющие в лицо. И вы в любой момент можете отследить, что вообще как происходило. Важная штука, с которой мы столкнулись, это то, что нам тяжело отслеживать, в принципе, билдать консенсус. То есть у нас отдельно даже вынесено, то есть я здесь на блоке, ну, кстати, между собой они обычно по peer-to-peer общаются. То есть у нас эта схема на данный момент устроила. Мы смотрели на то, что, в принципе, блокчейн сейчас умеет по-разному, но peer-to-peer, как таковое, нас полностью устроило. То есть нам этого на данный момент enough и с точки зрения security, и с точки зрения… Отличается тем, что плюс один слой. То есть мы добавили слой блокчейна для того, чтобы убеждаться в том, что определенный тип информации точно был, раз, и второе для identity менеджмента, то есть авторизоваться там или посмотреть, кто это, как это. То есть нас это интересует. У нас есть еще один юзкейс, чуть дальше скажу об этом. То есть для нас это было важно, и мы посчитали это, что это имеет смысл добавить. Еще вопрос. Вы хотели? Мужчина с байдой, нет? Нет? Окей. Есть еще один прикольный кейс. Значит, помимо identity, identity сам по себе он интересный, то есть можно отслеживать, но identity обычно привязан к смарт-контрактам, как таковым. У нас есть еще один забавный кейс, по крайней мере, должен быть через год. Есть такое понятие энергетика. То есть на данный момент очень много солнечных панелей, всевозможных там штук, которые вырабатывают энергию в океане, там на земле, они в принципе по сути дела IoT-девайсы. Вот между ними имеет смысл использовать смарт-контракты для того, чтобы они могли как-то скажем так, централизованно строить о том, кто сколько произвел, из кого сколько там энергии было продано и так далее и тому подобное. Потому что на данный момент эти системы работают на честном слове. Ну в смысле, кто-то сказал, что мы там использовали ваши энергии там на миллион и заплатили миллион. А может они заплатили миллион, оно стоило 100 миллионов. И эта проблема требует решения. Но есть небольшая проблемка. Те фреймворки, скажем так, адекватные фреймворки блокчейна, которые имеет смысл использовать, которые уже плюс-минус готовы, они все вот, скажем так, платные, форт-пати. А мы ограничены, как я говорил там на первых слайдах, мы ограничены open source. То есть, ну, мы стараемся не привязываться к каким-то платным решениям. И тут у нас огромная проблема в том, что он все нестабильное. То есть берешь какой-нибудь open source, который умеет идентики, умеет смарт-контракты и пипец. И пошел его пилить напильником, и это очень обидно. Но мы стараемся с этой ситуацией выйти. Ну и плюс у нас еще есть время, мы никуда не спешим. Вот. То есть на данный момент мы реализовали в достаточном уровне, что мы вот умеем смотреть за идентики. Мы, вот, точнее как, идентики блокчейна работает как дополнительный компонент обычного идентики менеджмента. То есть так само, как, например, там подключение к директору, у дапу, чему угодно. То есть для нас это все как бы централизованная единая система, и мы отслеживаем, то есть можем на базе этого ставить какие-то полиси, родить и так далее. Если вы не против, я попросил бы следующий слайд. Это, собственно, более глубокое погружение в то, как мы вот блокчейн закрутили. Опять-таки обидно, там вот слева слайдов не видно. В общем, там слева должно было быть указано, вот этот квадратик черненький выделенный, о том, что вот мы вот именно там производим запись. То есть мы там записываем о том, что какое-то событие, следжер запускается, он записывает, собственно, информацию. По P2P он уходит, собственно, направо в блокчейн-фрейм, как таковой, который обычно есть два сценария. Он либо в клауде, когда мы можем туда отправлять, либо он, скажем так, стоит на локальном каком-нибудь оркестраторе, либо частично стоит. Вот, то есть мы туда это все записываем. Обычно, как таковой, блокчейн-сторидж у нас условно распределенный, потому что если далеко друг от друга находятся ноды, то все разваливается. То есть консенсус не билдается, хайлода никакого, от слова совсем. И все обычно очень плохо. Извне мы вызываем какое-нибудь кастомное действие через API обычный уровень. У нас, опять-таки, возникали с API определенные трудности. Опять-таки, зависит от платформы. То есть смотря какой фреймворк, что как используется. Те фреймворки, которые мы использовали, к сожалению, не были стабильными до такой степени, чтобы мы их не допиливали. Но, тем не менее. В принципе, эту архитектуру можно брать как, скажем так, основу на ближайшие несколько лет. Нам говорили ребята, которые контрибьютируют блокчейн, что она меняться радикально не будет. То есть нас интересует, чтобы консенсус билдался, нас интересует, чтобы в сторож записывалось. К сожалению, пока не существует, скажем так, стабильных, как бы так сказать, сторож прокси, когда ты можешь писать, ну, в общем, когда ты хочешь, чтобы хранилось где-то удаленно, но писать локально, то есть ты либо пишешь локально, либо пишешь удаленно, одной из двух и больше опций нет. Хотя, возможно, это проблема просто от того, что мы балованы. Вот. То есть извне, после того, как у нас уже есть информация, мы вот можем вызывать какие-то кастом-квери через API и, по сути дела, мы синхронизуем наш, не то чтобы синхронизуем, мы, получается, дальше размазываем наш сторидж на, скажем так, на дейта-сторидж, в принципе, глобальный Big Data as a Service. Вот. Если можно еще один слайд. Стратегически у нас очень много всяких разных технологий. То есть здесь далеко не все показаны, просто мне было лень добавлять дополнительные значки. То есть у нас очень много интеграций с различными платными решениями, скажем так, обычно это аналитика, какой-нибудь Big Data processing. Но как таковое ядро обычно ставим билдить на open source и как таковом. То есть привет Hadoop, привет Spark, привет всяким таким стандартным вещам. Вот. То есть смысла прям все-все-все называть нет. Но можно у меня спрашивать по поводу каких-то отдельных технологий. Может быть, что-то подскажу, если у вас с ними проблемы. И там есть еще один слайд дополнительный, если можно. Привет. Я туда добавил специальный значок блокчейна там сверху. Мы вот именно такой больше любим, потому что они обычно с валютой там указаны, мы валюту вообще никак, поэтому блокчейн как таковой. Абсолютное большинство инфраструктур у нас в контейнерах, в том числе IoT Edge. То есть нас интересует, чтобы это были маленькие уютные контейнеры. Кстати, у нас с этим со связыванием блокчейна и контейнера тоже возникли приколы. То есть там он к нетворку очень чувствительный, как оказалось. Вот. И вот обычно это все как бы идет абсолютно автоматически. Мы все привижением. Опять-таки это drops поток. Я могу рассказать об этом отдельно. Можно будет другие спикеры послушать. Все встроенное, все собирается абсолютно из коробки, деплоится, билдается. IoT Edge обычно условным Ansible плюс Docker Swarm мы раскатываем как таковой Cloud Infrastructure там привет Terraform способом сверху него кубернете и все такое. За исключением пожалуй только сториджей как таковых. То есть мы ставимся датабейс сториджей не делать контейнерами сами понимаете почему. И если можно еще один слайд по цифрам. Мы молодцы. Мы добились того, что мы в принципе процессим условные там 10 тысяч реквестов в 1 тысяча в минуту. То есть 10 тысяч это обычно там плюс-минус указывается там в час или там несколько часов. Но мы сошлись на то, что тысячу в минуту мы умеем держать. Это было пипец как сложно, потому что как оказалось блокчейн не рассчитан на high load. То есть даже в тех случаях, когда ты выпиливаешь с него вообще в принципе все, что можно. То есть когда ты просто хочешь записывать о том, что у тебя там произошла какая-то операция и где-то там делать консенсус просто чтобы убеждаться что все хорошо. Он что-то не хочет работать вот так вот. Но мы смогли этого добиться путем нехилых трудозатрат смогли победить. Это за счет того, что у нас получается распределенные кластера условные блокчейны. То есть у нас каждый идентий по возможности делится на небольшой локальный кластер где происходят все эти операции магические и после этого в централизованный solution мы уже стараемся сводить подтвержденные операции и подтвержденные действия и используем как бы SaaS уже как собственно для чтения только. То есть где мы можно делать аналитику где мы можем делать query и так далее. Хорошо. Ну и по локациям и по облакам. То есть в тех кейсах мы ориентируемся по крайней мере на то, что облака должны быть разные. То есть на данный момент при том количестве изначальных клиентов которые на это подписались то есть это распределено штаты Европа Австралия ну и собственно по облакам то есть у нас есть OpenStack у нас есть Amazon у нас есть Google Cloud то есть мы изначально ориентируемся на то что оно по сети не может адекватно работать то есть стараемся делать маленькие локальные скажем так консенсусы маленькие локальные сторожи и потом это все сводить воедино тяжело ну у меня было только одно такое жесткое ограничение меня попросили не называть ключевые фреймарки которые мы используем их там целых два open source ну подходящих вот есть в принципе мы пресерчили мне подсказали ребята на предыдущих конференциях какие можно платные пресерчить тут даже украинские ребята делают зеленым сайтиком но я еще с ними не связался в общем они умеют вот именно более быстро делать это и более распределенное путем навешивания сверху каких-то правильных механизмов там оркестрации вот когда скажем так да 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 именно так но мы лучше не придумали пока смысле я ну меня это устраивает на данный момент то есть мне не надо иметь общий консенсус потому что идея в том что у меня много много маленьких будет то есть идея в том что будет много много маленьких кастомеров и меня интересует что общее сведение общая аналитика должна быть только он топ level и поэтапно в этой приеме им не обязательно знать друг о друге с самого начала ну я об этом думал пока это не проблема еще года два поддерживаемся там можно другую компанию идти не ну как бы я не первый ход войти я знаю как это работает ну короткий ответ на данный момент никак вот еще один вопрос боже как громко этот ты говорил что у тебя были проблемы с докером именно с сетью докера насколько я знаю блокчейн вообще типа к нетворку ему более-менее пофигу на задержки на все подряд он как раз сделан для того чтобы ему было более-менее пофигу на это все можешь подробнее рассказать про проблемы с докером именно конкретно сетью докера мне прям очень интересно все очень просто в нашем случае с эмуляцией изначальной то есть мы хотим чтобы мы могли определенное количество операций там скажем так в минуту оно почему-то перестало билдить консенсус ребята начали дигать вот он почему-то по сети не хочет ну мы не ресерчили прям вот там на 200 процентов я не готов об этом делать дополнительный доклад могу пригласить парня который это все делал и вообще могу познакомить то есть идея в том что вот как работает докер сетью то есть ладно не буду умничать вы меня сейчас забьете не ну короче то есть не хватает перформанса сети вот виртуальной сети то есть в нашем случае это в кубике было то есть вот почему-то оно не хватает скорости соединения между собой P2P сессий именно ширина канала или пропускной способности или там латенси я не помню что именно но там вот оно конкретно во-первых не успевало соединиться во-вторых почему-то не открывали снова соединение то есть надо было немножко подождать ну в смысле они в принципе открывались но не больше там по-моему нежели там 100 в секунду или что-то типа того вот и фишка в чем что вот когда тебе нужно там сделать там тысячу записи например там в минуту я не помню точные цифры честное слово вот и нас вот просто не устроило что оно вот не умеет вот так как надо мы там чуть-чуть потюнили и сделали так как надо а что вы потюнили мы тюнили то в принципе как в нашем случае идет запись блокчейн спасибо ну есть обычно опять-таки меня могут сейчас там забросать тапками вот то есть для того чтобы сделать запись блокчейн то есть делается там целая процедура того что ты выбираешь там скажем так минимальный размер там как там блока там все это делаешь красиво а мы решили просто как бы равнокодить и так подряд как бы ну у нас нам это окей потому что у нас распределено это все как бы мы потом сводим вот и нам нормально я поэтому спрашиваю изначально сколько людей с блокчейна работают просто помидоры которые летят как бы в спикер это как бы плохо поэтому я решил уточнить количество людей да мы это собственно делаем на этапе выше то есть у нас это вот происходит если можно верните слайд еще еще вот туда вот то есть мы это делаем собственно уже аж в сервинге то есть когда мы уже имеем как бы сводку с нескольких блокчейн скажем так отдельных инвайментов когда это сводится воедино вообще какой-то сторидж мы по ним бегаем и смотрим насколько они там вот нормальные да 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 может я пришел не отлично отличный вопрос я пришел к гениальному выводу я могу просто вот конечный как бы конечный блокчейн стоишь у меня скажем так лежит в условных разных фодорах я к ним условно по-разному подключаюсь и как бы смотрю ну у нас это пока механизм не сильно докатан до продакшена потому что нам не надо вот ну грубо говоря это получается отдельные разные базы по сути дела мы сводим в отдельно разные и когда-нибудь мы может быть будем сводить их воедино а может быть и не будем то есть на данный момент подключиться к разным скажем так блокчейн энвайоментом проще нежели сводить это воедино и убеждаться что все они там как бы уважаться на один красивый на одну красивую структуру сейчас подождите а получается то есть ну вы должны его еще как-то там наверное хешировать там какие-то хеш ключи а вот это по сути дела живет собственно вот в кэше то есть ну нам пока не надо вам пока не надо то есть ну это у вас наружу не торчит оно внутри грубо говоря вот в чем прикол что мы можем по API подключиться к нашему блокчейн энвайоменту запросить там что нам надо то есть сделать какую-то условную магию и если надо как бы поднять он уровень выше ну получается environment наружу не торчит то есть это глубоко у вас внутри все а он не должен торчит наружу ну просто блокчейн может как бы если он там кодируется то он может куда угодно я согласен то есть особенно если бигдата да то есть в нашем случае он служит исключительно внутренним целям то есть вот реально только внутренним и нам он нужен для внутреннего пользования то есть его могут использовать условно несколько пользователей когда-нибудь для того чтобы их там в среднем можно было по ним делать какую-то общую аналитику там не знаю например как макетологи обычно работают они смотрят ага там у какого-то например из клиентов там дикая неэффективность использования а у других все хорошо они могут предлагать какую-то помощь ну как маркетинг обычно работает там продажи бизнес то бизнес честно я пытался в это вникнуть и понял что я слишком слабый интеллектуально для этого то есть там есть ребята выбирали среди нескольких механизмов выбрали тот который работает вот там реально тема очень тяжелая и я вот как скажем так архитектор у меня был только один запрос чтобы оно заработало за месяц чуваки крутили три недели потом сказали ладно типа хрен с тобой сделаем вот так окей вот у меня вопрос как архитектору этот в чем я просто слушаю как вы применяете блокчейн это в принципе очень интересно но я пытаюсь понять вот в чем конкретно в вашем случае вот в вашей архитектуре в чем выгода блокчейн против допустим какого-то госи плюс рафт и какой-то кэйвэлью чтобы туда сохранять чтобы оно синхронизировалось вот в чем выгода потому что фактически вы не используете геориспределенность вы там мало чего используете на твой архитекторский вопрос я отвечу как менеджер вот выгода в том что через год придут клиенты и скажут чуваки у нас тут уже как бы реализован идентич мы его купили за миллион а как бы его так скрутить типа с вот этим всем остальным а мы уже готовы окей спасибо ну то есть технически в реализации этой штуки в данном данный момент времени в этом году смысла очень мало реально очень мало потому что то количество геморрой с которым мы столкнулись то количество вот граблей на которые наступили потому что все блокчейни обычно пилят другие составляющие то есть валюта биржа там еще какие-то вещи вокруг этого всего идентич он как бы вроде как есть но вот есть там большие компании там например там IBM который пилит там решение вокруг этого всего есть еще там другая компания наша там которая тоже это все дело пилит но мы так аккуратненько вокруг этого всего пытаясь прощупать вообще зачем придут к нам завтра кастомеры с этим блокчейном то есть мы вот нащупали датчики мы нащупали электроэнергию мы нащупали работу собственно с логистикой вот нащупали security вот еще то есть вот как это можно заюзать и мы видим что наши клиенты склонны к тому что у них это будет они уже это покупают то есть у нас кастомеры покупают в штатах вкладывают миллионы в то чтобы внедать эти вещи на производстве внедать эти вещи в бизнесе то есть почему бы нет то есть технически да это вот в это вещи которые они не готовы они не продакшен ридд и не могут быть продакшен ридд там ближайшие не знаю год-два такова жизнь ответил нет с блокчейна не выпиливается когда консенсус построен когда все уже как бы все то есть единственный вариант это удалить нафиг вот весь сторож везде прошу на этой картинке покажите в каком месте происходит запись блокчейн на этой картинке запись блокчейн происходит вот слева там серенькие эти самые на которых не написано вот там должно быть написано леджер вот он записывается вот там а потом по пи-ту-пи как бы уходит нет на оркестраторе девайсы не на такой степени умные вот он он и он